Пройдемся по оперативным направлениям и начинаем по традиции с Волынского и Полесского направления. Это Беларусь. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Мы наблюдаем продолжение учений как по отработке систем вопросов мобилизации, так и по отработке вопросов проверки боевой готовности частей. Далее идет Северское и Слобожанское направления. Здесь тоже в общем обстановка остается без изменений. К сожалению враг применяет авиацию и артиллерию для обстрела нашей территории. Сносит, просто стирает с лица земли некоторые населенные пункты. И пытается максимально выдавить и гражданское население и наших военных с приграничных территорий. Мы по возможности ведем контрбатарейную борьбу с огневыми средствами врага. Проводим контрдиверсионную деятельность с целью недопущения проникновения ДРГ противника на нашу территорию. Ну и надо отметить, что на территории Курской и Белгородской областей продолжаются боевые действия российских освободительных сил против путинских войск. Причем там успехи довольно неплохие. Уже есть подтверждение от наших военных, что расистское командование все-таки сняло часть сил и средств с Купинского направления. Перебрасывает в Белгородскую и Курскую область с целью локализации там очагов боевых действий. А с другой стороны у нас есть информация о том, что враг несет довольно серьезные потери. Уже около двух тысяч человек составляет потери врага. И бойцы вот этих российских освободительных сил проводят рейдовые действия. Вплоть до окраин Белгорода ходят рейдовые группы для нанесения максимального поражения врагу. Также есть тенденция к тому, что часть добровольцев начинает присоединяться с Рашистской Федерацией. Начинает присоединяться к этому движению сопротивления. Или освободительному движению России от путинского режима. Так что там тоже активные боевые действия продолжаются. Ну я вам даже скажу, что то, что практически уже полторы недели, уже более десяти суток Рашистское командование ничего не может сделать с этими очагами сопротивления, очагами боевых действий. Это уже показатель того, что на сегодняшний день, ну во-первых нету сил и средств, свободных сил и средств у российского командования. Не говорю, что их нет вообще, их полмиллиона топчутся на нашей территории. Но для того, чтобы там разобраться и привести все в порядок, надо совершать маневр силами и средствами. А такой маневр быстро на щелчок пальцев не сделаешь. Далее идет у нас линия фронта, начинается Купенское направление. И вот это как раз про то, что я и говорил, что ощущает наши военные то, что Рашистское командование немного ослабило натиск. И вот за прошедшие, за предыдущие сутки там было 2-2 атаки наших позиций. В эти сутки прошедшие было 3 атаки наших позиций. В основном это все в районе Синьковки, Табаевки и Берестова. Это вот самые активные участки, где враг еще пытался атаковать наши позиции, но безуспешно. Понеся потери, отступил на исходные рубежи. Основных сил и средств он не вводит в бой. И наступательную операцию, ту, которую мы ждем уже несколько месяцев, наступательную операцию на Купенском направлении враг не начинает. Далее идет Лиманское направление. А вот здесь обстановка очень тяжелая и очень сложная. И несмотря на то, что, казалось бы, статистика говорит, что количество атак довольно небольшое. 11 позапрошлые сутки, 7 атак в эти сутки. Но тем не менее, бои идут очень ожесточенные. Противник, вы видите на карте, противник создал такой плацдарм, вклинившись в нашу оборону. Но с единственной целью, с единственным намерением выйти на реку Жеребец и ликвидировать наш плацдарм на левом берегу этой реки. И основные усилия враг сосредотачивает это Терны и Ямполевка. Вот эти два населенных пункта, которые подвергаются самым массированным атакам. Примерно, если смотреть по численности группировки расистских войск на этих участках, то где-то по, приблизительно по мотострелковой дивизии, можно по численности, атакует один и второй населенный пункт. То есть, понимаете, да, превосходство расистских войск над нашими войсками, оно многократное. И враг иногда, вот в начале этой недели и на прошлой неделе добивался частичного успеха и немного продвигался в направлении этих населенных пунктов. Трудно сказать сегодня, сколько еще наши войска продержатся на левом берегу. Ну, вполне возможно, я допускаю такой вариант, что мы уйдем с левого берега и река Жеребет станет такой разделительной линией между нашими и расистскими войсками. Но когда это произойдет, сказать очень трудно. Ну, во всяком случае, не в ближайшие недели, это точно. Потому что те, даже при таких неимоверных усилиях, двумя дивизиями штурмуют два населенных пункта на узком участке фронта. И успеха по несколько суток стоят на месте, потом 100 метров проходят вперед. Такими темпами они будут выдавливать нас с левого берега еще долго и долго. Но и другие направления на Лиманском, точнее другие участки на Лиманском оперативном направлении, тоже и Белогоровка, и Спорная. Там довольно горячая обстановка. Враг пытается атаковать нашу оборону с целью ее прорыва. Крайне необходимо им. Ну, они, конечно же, хотели бы выйти на Северский Донец. Но я думаю, что в лучшем случае, если им удастся, они могут выйти на левый берег реки Жеребец. Поэтому на Лиманском направлении, несмотря на то, что атак всего лишь было 7, обстановка остается очень тяжелой. Но надо констатировать, что в прошедшие сутки линия фронта не изменилась. При всем упорстве вражеских войск никакого успеха им добиться не удалось. Все атаки отражены. Наоборот, кстати, мы наносим довольно ощутимые потери в технике. Кромсаем потихонечку, или, правильнее будет сказать, стачиваем потихонечку эти части и соединения 25-й вновь сформированной армии, которая действует на Лиманском направлении. Тем самым, постепенно приводя ее к снижению боевой способности. Далее у нас идет Бахмутское направление. Здесь нашим воинам удалось отразить 5 атак противника. В основном бои идут в районе Ивановская, Андреевка и Клещеевка. Самые тяжелые бои за прошедшие сутки были в районе Ивановского. Там враг пытается, ну здесь понятно, они пытаются продвинуться в направлении Часового Яра. И, скорее всего, задача стоит хотя бы выйти на границы Часового Яра для того, чтобы потом начать планомерное уничтожение этого населенного пункта. Они и сейчас пытаются доставать до него артиллерии, пытаются доставать до него авиации. Ну, авиация еще пока трудновато, далековато он находится. Тем не менее, Кабы прилетают туда. А так, Часов Яра это, в принципе, будем так говорить, ключ к продвижению дальше, в глубину нашей обороны. И выход, с последующим выходом на административную границу Донецкой области. Ну, как бы сейчас не стоит вопрос, что они там подойдут к Часовому Яру, до него еще много-много километров. Но, тем не менее, ожесточенность боев, особенно вот в районе Ивановского, они пытаются прорваться, очень-очень высокая. Несмотря на то, что количество атак за сутки было всего пять. Далее, у нас Авдеевское направление. Ну, здесь тоже враг пытается, используя инерцию захвата Авдеевского плацдарма, они пытаются продавить нашу оборону. Используя то, что у нас были не готовы рубежи обороны, и на сегодняшний день они максимально хотят ее продавить. Не давая возможности нашим войскам более-менее, ну, будем так говорить, нормально закрепиться на этих рубежах. Поэтому, как и предполагалось, если помните, сразу после отхода наших войск в Авдеевке, мы говорили с вами о том, что, скорее всего, наши войска будут отходить, постепенно отходить с боями. И максимально изматывая врага, нанося ему максимальное поражение в живой силе и технике, будут отходить на тот рубеж обороны, который будет к этому времени готов в инженерном отношении. Сейчас, вы знаете, слава богу, после того, как общество надавило на наше руководство, и деньги стали выделяться, и работы стали проводиться. Так что мы надеемся, что там готовится серьезный рубеж обороны, который позволит нашим войскам отражать любые атаки противники и уже не отходить с боями с целью измотать противника. Пока ситуация выглядит вот так. И да, прошедшие сутки надо констатировать, что враг имел частичный успех в районе Тоненькое и Бердичи. На карте показано, где они немного продвинулись вглубь нашей обороны. Опять же, очень напоминает ползучее наступление. Вроде бы и нету такого глубокого вклинения в нашу оборону, но тем не менее, вот это постепенное продвижение, оно все равно сказывается на потере нашей территории. Но в данном случае, с точки зрения военной, скажу, что лучше на какой-то период времени уступить территорию, чем потерять войска. Поэтому войска потихонечку отходят с тех позиций, которые враг в принципе разрушает. Я уже объяснял вам, что там нечего оборонять, нет возможности за что-то зацепиться. Это арашистские войска, путинские войска, наверное уже так надо их называть. Они даже своих убитых сотоварищей используют в качестве брустверов или в качестве прикрытия в ходе ведения боевых действий. И таким образом вот они пытаются закрепиться на тех позициях, на которые они прорываются. Далее у нас идет Новопавловское направление. Здесь силы обороны, это самое горячее направление. Они в основном в районе, ну вот это бывшего Маринского направления оперативного, оно сейчас вошло в Новопавловское. И это северный фланг Новопавловского направления. Они пытаются, вражеские войска пытаются прорвать нашу оборону с целью выхода, еще раз говорю, продвижения в направлении Курахова и выхода в тыл нашей группировки на Угледарском направлении. Но тут надо отметить, что уже которые сутки подряд наши войска держат оборону и успешно отбивают все атаки противника. При том, что количество атак наибольшее на всей линии фронта. На всей. Причем постоянно. Ну вот за прошедшие сутки 28 атак. Предыдущие было 25 атак. А так, враг пытается прорвать нашу оборону, пытается, ну кроме того, что они пытаются прорвать оборону, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяная, Урожайная, то есть практически по всему, особенно северному и части южного фланга. Они только Угледар в лоб не атакуют, потому как имеют очень горький опыт и огромные потери на Угледаре в прошлом, еще с прошлого года. Видимо, до сих пор помнят и до сих пор боятся, поэтому атакуют с юга и с севера. Но все равно 28 атак ни одна не уменьшалась успехом. Наши войска очень стойко держат здесь оборону и наносят огромный ущерб противнику. Пока есть резервы, да, они могут, пока есть личный состав и техника, они могут себе это позволить, ложить столько людей, сколько надо, для того, чтобы попытаться прорвать. Но на этих рубежах успеха у противника нет и нет уже, кстати, давно. Очень тяжелые бои идут в районе Георгиевки. Мы это понимаем, там враг давит просто с неимоверной силой. Но при этом тоже наши войска еще умудряются иногда проводить контратаки местного значения, но контратаки. Плюс у нас сейчас появляются новые образцы дронов на линии фронта. Я вам рассказывал про дроны с электронным зрением, которые даже в случае подавления сигнала от оператора средствами радиоэлектронной борьбы Рашидской Федерации, дрон сам переходит в автоматический режим. И, соответственно, если оператор успел нажать захват цели, то дрон просто далее поражает ее, понимая, что это основная цель. Если не успел, то дрон ищет цель по тем алгоритмам или по тем критериям, которые в него заложены. И как только он ее находит, он сразу же ее поражает. А сейчас новое еще, ноу-хаус стало появляться, это разработка, давно она ведется, тепловизионные дроны. Раньше это были, в основном использовали тепловизоры на разведчиках, таких как Мавики. То сейчас уже обычные пивишки получают камеру, инфракрасную камеру, то есть, которая различает тепло и реагирует на тепло. И это дает нашим войскам возможность также эффективно проводить охоту на расистов в темное время суток. И особенно на бронетехнику. Потому что там они пытались, ну, была информация, что пытались там шить и поставлять в войска якобы эти плащи-невидимки, их называли, которые не пропускают и в тепловизор, если плащом этим укрыться, в тепловизор не видно, не видно военнослужащего, который укрывается этим плащом. Он не пропускает тепло. Но лицо никуда не скроешь, руки никуда не скроешь. Поэтому эти плащи, они, ну, имеют, конечно же, эффективность, но не такую высокую. А вот бронетехнику таким плащом не накроешь. Если двигатель горячий, если броня двигается, то, поверьте, в тепловизор видимость просто идеальная. До отдельных деталей, до четкости изображения. Поэтому вот такие дроны очень успешно охотятся, ну, добавьте сюда электронное зрение, и вот вам ночной охотник для наших войск. И эти дроны уже есть в войсках, уже есть видео, как они работают в ночное время по врагу. Далее у нас идет Ореховское направление. Здесь, правда, самая сложная обстановка, это Работинский плацдарм. Старомайорская, Новодаровка и Работино. А самые тяжелые бои в районе Работино. Вот враг хочет... Они немного продвинулись, и предыдущую неделю они имели частичный успех в направлении северо-западнее Вербового. Вот, и там есть небольшое, вы видите на карте, небольшое вклинение в нашу оборону. А вот теперь они решили надавить со стороны Работиного. И поэтому пытаются там продавить нашу оборону. Ну, пытаться это не значит побеждать. Никакого успеха враг не имел, несмотря на то, что 10 раз пытался атаковать наши позиции. Все атаки были отбиты, несмотря на то, что бои очень-очень тяжелые. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Ореховском направлении осталась без изменений. Ну и Херсонское направление у нас. Это... Оно тоже активное. Не такое, как другие, но тем не менее. Здесь, скажу так, неинтенсивность боевых действий ниже, чем на других оперативных направлениях. Но здесь сложность удержания позиций. Мы на плацдармах на левом берегу. Логистика крайне затруднена. И дроны, и артиллерия со стороны расистов работает. Ну и наша тоже не сидит сложа руки. И враг периодически пытается проводить штурмы наших позиций. Периодически. Сейчас нет такой интенсивности, как было раньше. 10, 12, 14 штурмов за сутки они пытались выбить нас с позиций. Там, кстати, смута зреет среди расистских военных. Потому что не всегда им достается броня для поддержки. Не всегда поддерживает артиллерия. И поэтому ходить просто в местные штурмы начинает все больше и больше отказываться личного состава на Херсонском направлении. За прошедшие сутки было предпринято два штурма со стороны расистских войск, украинских позиций. Ни один из которых не уменьшался успехом. Наши войска успешно отразили эти штурмы. Враг понес потери и отступил. Кстати, истекает вторая неделя ультиматума, который выставлял командующий, расистский командующий группой войск Днепр, Теплинский. Чтобы огласить фамилии тех, кто организовал на него покушение. В районе Скадовска, помните, был удар нашими реактивными системами залпового огня «Хаймарс» по командному пункту. Погибло там очень много офицеров, штабных офицеров группы войск Днепр. И там должен был находиться и командующий этой группы войск Теплинский. Но по каким-то обстоятельствам он там туда не попал. И он грозился две недели назад, грозно заявлял, и офицеры с его окружения заявляли, что он объявит фамилии тех, кто же на него готовил покушение. Намекая на генеральный штаб. Ну ждем, ждем. Держит он слово или не держит, как бы. Или будет сидеть поджав хвост, ожидая, когда следующее покушение, если оно таковое и было на него, достигнет успеха и его уничтожит, его ликвидирует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok